В последнее время в мире получили определенные распространения так называемые криптовалюты, в частности биткоины. Известно, что многие люди закладывают и продают имущество, чтобы быстро обогатиться, скупая криптовалюты. На экране показывают неудержимый рост биткоина по отношению к доллару. У людей, как говорится, крышу сносят. И каждый говорит, что ж я делаю, что ж я сижу. Ну вот надо же действовать. А что действует? Надо покупать эти биткоины. И ведь покупают, закладывая свое имущество, продавая свои дома. А потом вдруг биткоин за две недели рушится, и люди понимают, что они ничего не выиграли, а проиграли. Потеряли все, что имели. Церковь видит свою задачу в воспитании человека таким образом, чтобы он не был порабощен страстями и стремился к праведному труду, который, конечно, должен достойно вознаграждаться. Но и государство в такой ситуации призвано защитить человека от чрезмерных рисков, в том числе и посредством законодательного регулирования. Ваше святейшество, благодарю вас за очень содержательное и интересное выступление. Вы, можно сказать, для нас, законодателей, задали планки, нравственные планки, гуманистические планки для нашей законотворческой деятельности. Мы, безусловно, будем учитывать это в нашей практической работе.